Друзья, всем привет! Вы смотрите первый видео Авторынок и сегодня в обзоре панели. Он буквально продавливается пальцем без всяких усилий. Присутствует пепельница и настоящий прикуриватель чего... Что еще, что еще? А, спинка заднего сидения в данном случае не регулируется по наклону. Вроде бы. Ну-ка, раз, два, три. Все, пойдем отсюда. Если вы ищете для себя высокий полноприводный автомобиль и одним из условий является хорошая динамика разгона, то, скорее всего, вы обратите внимание на этот продукт концерна ВАГО. У нас на канале уже есть подробный детальный технический обзор на подобный автомобиль, но сегодня посмотрим на Тигуан первой генерации с точки зрения потребителя. Досмотрите это видео до конца, и мы покажем вам, как проверить оригинальность пробега на подобном автомобиле. Первое, чем примечателен Тигуан в кузове NF, это своим конвейерным долгожительством. Этот автомобиль появился в 2006 году, а производство его прекратили только в 2017. В 2011 году машину провели через рестайлинг, который выразился не только в том, что автомобилю поправили внешность все больше по косметике, но также и в новых агрегатах, которые оказались под капотом и не только этого автомобиля. Машина продавалась на российском рынке официально, причем и с бензиновыми, и с дизельными моторами тоже. На дорестайлинге линейка двигателей выглядела следующим образом. Базовый мотор 1,4 литра на 150 лошадиных сил, только с механической КПП. Двухлитровые бензиновые версии 170 и 200 лошадиных сил в сочетании с механикой, либо шестиступенчатым автоматом. А также дизель 2 литра на 170 лошадиных сил. На рестайлинговых моделях обновились модификации двигателей, плюс появился еще один вариант форсировки 2 литров 210 лошадей. Такие агрегаты ставились на версию R-Line и сочетались с роботизированной коробкой передач. Большая часть Тигуанов на вторичке полноприводные, но встречаются и версии с приводом только на одну ось. Имейте это в виду, чтобы после покупки моноприводность не оказалась для вас сюрпризом. Эмпляр 2011 года выпуска это Dory Styling под капотом 2 литра, турбо 170 лошадиных сил, классический автомат и полный привод. У этого автомобиля родной пробег всего 139 тысяч километров. Volkswagen Tiguan относится к классу компакт-кроссоверов. Длина кузова этого автомобиля 4 метра 45 сантиметров, ширина 1 метр 80, высота 1 метр 68. Колесная база небольшая, 2,60 плюс к проходимости. Этот автомобиль нельзя назвать легким. Снаряженная масса 1646 килограмм, а максимально разрешенная превышает 2 тонны 200. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у первого Tiguan родная краска это что-то от 100 до 130-140 микрон. При этом разброс должен быть равномерный. Встречаются и более толсто окрашенные машины с завода, но при этом обращайте внимание на разность показаний по всем элементам. Помните, что в случае двойного заводского окраса дверные проемы также будут окрашены вдвое толще нормативных величин. По части ржавчины у первого Tiguan все обстоит весьма неплохо. Кузов здесь оцинкован и даже на возрастных экземплярах ржавчина отнюдь не торопится появляться. Зато есть другой дефект лакокрасочного покрытия. Как правило, оно отваливается небольшими пятачками в размере от 2 до 5 рублевой монеты и происходит это на Tiguan первой генерации чаще всего в районе дверных ручек. Однако, не лишний будет все же осмотреть автомобиль снизу на подъемнике и обратить самое пристальное внимание на места стыков металлических панелей кузова с пластиковыми элементами. Ну а теперь переходим в салон Tiguan. Первое, что отмечаешь, попадая сюда, это очень мягкий и податливый пластик передней панели. Он буквально продавливается пальцем без всяких усилий. Причем это касается практически всей верхней части панели. Кое-где, конечно, традиционно дерево. Верхняя часть дверных карт также достаточно мягкая. Собрано это все очень качественно и даже на большом пробеге не торопится скрипеть. Здесь также очень удобный руль небольшого диаметра и удобные сидения в плане профиля. Ярко выраженная боковая поддержка на спинке хорошо фиксирует корпус в поворотах. Есть боковая поддержка и внизу, но она уже гораздо скромнее. Посадка в Tiguan вертикальная, как на джипах. С учетом этого фактора запас регулировки сидения по длине будет достаточен. Вот это максимально отодвинутое назад положение при росте 1,86 м. Я могу вытянуть левую ногу, выпрямив ее в колени полностью. Правда, при этом носком буду касаться моторного щита. Солидный запас регулировок имеет и рулевая колонка, как по наклону, так и по вылету. Концерн VAG всегда славился хорошей эргономикой своих автомобилей. Но в случае с Tiguan и регулировкой наклона спинки сидения, судя по всему, в конструкторское бюро Volkswagen пробрался засланец из Kia Hyundai. Поскольку здесь поворотная рукоятка. Столь искренне нелюбимая персонально мной. Можно было сделать удобнее. Зато к комбинации приборов нет никаких вопросов. Она здесь аналоговая. Внутрь спидометра и тахометра вписан указатель температуры двигателя и указатель уровня топлива. Цифровой здесь только монохромный дисплей бортового компьютера. На Tiguan первых лет выпуска можно было попенять на вырвиглазную, в буквальном смысле слова, красно-синюю подсветку. Но на 2011 году она уже приобрела более щадящие к вашим глазам оттенки. Что касается опоры для локтей, то подлокотник на дверной карте более или менее функционален. А вот подлокотник на центральном боксе, который не имеет регулировки по высоте, на самом деле практически бесполезен. Но с учетом высоко поднятого сидения. Конечно, если вы опустите его в пол, то локоть ваш на подлокотник все же попадет. Подрулевые переключатели расположены на своих местах. Пользоваться ими удобно и переключаются они практически бесшумно. На левом переключателе, помимо функции переключения света фар ближний и дальний, есть еще и выключатель круиз-контроля. А правый заведует исключительно стеклоочистителями. По части кнопок и клавиш у Tiguan нет перегруженности этими компонентами. Справа на дверной карте блок стеклоподъемников. Здесь же джойстик управления зеркалами. На этой комплектации присутствует и функция складывания, и функция подогрева боковых зеркал, которая включается отдельно поворотом переключателя в соответствующее положение. Управление светом здесь, как на большинстве немцев, выполнено в виде поворотной рукоятки. Положение автосвет, габариты, ближний. Первый раз потянуть на себя противотуманные фары и второй раз задний противотуманный фонарь. Рядом рукоятка корректора фар, а на рулевом колесе два блока клавиш. Левая сторона отвечает за управление мультимедийной системой телефоном, правая за бортовой компьютер. Точнее, за навигацию по его меню. Вместо штатного скучного CD-проигрывателя в данном случае уже занял планшетный компьютер на базе андроида с навигацией и камерой заднего вида, чего по умолчанию в Tiguan не встречалось. Блок управления климатом сочетает в себе несколько противоречивых моментов. Управление температурой, кстати, климат двузонный, реализовано удобно при помощи поворотных рукояток. Не вызывают нареканий клавиши подогрева сидений, вписанные в эти кругляши. Выбор направления воздушного потока осуществляется при помощи клавиш, единственная претензия к которым в том, что они очень мелкие, поэтому вряд ли получится тыкать здесь что-то, не отвлекаясь от вождения. Проще поставить авторежим и забыть об этом. Ну а вот обороты вентилятора можно регулировать и не глядя. Эта клавиша выделена отдельно и вполне тактильно различима. Перед селектором коробки передач внизу располагается маленькая кнопочка включения-выключения системы стабилизации, сам селектор привычной формы, прорезь прямая, есть кнопка блокировки и отдельная секция ручного режима выбора передач. Стояночный тормоз здесь электрический и, соответственно, на автомобиле реализована функция автохолд. То есть в пробке вы стоите, не трогая педаль тормоза. Автомобиль начнет движение только когда вы нажмете на газ. Очень удобная функция, быстро привыкаешь и оцениваешь ее по достоинству. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения у Тигуана, есть удобная полка, которая в сочетании с нескользящим ковриком позволит вам наконец-то положить на панель смартфон, не боясь, что он куда-то у вас в повороте улетит. Также небольшая полочка есть под блоком климата. Присутствует пепельница и настоящий прикуриватель, что встречается уже далеко не на всех автомобилях. Еще одна мелкая полочка под ним, а подстаканники скрываются под сдвижной крышкой-шторкой на центральном тоннеле в количестве двух штук. Внутри центрального бокса есть достаточный запас места для хранения для некрупных предметов. Основной бардачок здесь можно сказать, что маленький, и туда войдет разве что документация формата А4, которую придется, впрочем, для этого свернуть вдвое. Зато бардачок охлаждаемый, есть отдельное сопло кондиционера, здесь же держатель для пишущих принадлежностей, и замок, позволяющий выключить пассажирский эйрбэк, в случае если на переднем сидении вы возите ребенка в детском кресле. Ну а на потолке располагается футляр для очков. Внизу дверных карт кармашки передняя часть оформована под бутылку, все стандартно. Что касается обзорности, то единственное, на что можно попинять здесь, это широкие стойки. Возможно, кому-то покажется непривычным узкое и расположенное под довольно серьезным наклоном лобовое стекло. Зато с обзорностью по сторонам нет проблем, хоть боковые зеркала и небольшие по площади, они имеют зону с преломлением по краю, которая позволяет вам уверенно чувствовать себя при перестроениях. Ну а линия бокового остекления у тягуана низкая. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается заднего сидения этого кроссовера, при столь короткой колесной базе, можно было предположить, что здесь будет не очень уютно. На самом деле все с точностью, да наоборот. Первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, это высота подушки заднего сидения. Она сделана так, что при положении ноги на полу, ваше бедро полностью ложится на само сидение, а не остается висеть в воздухе, как на многих других моделях. Соответственно, в дальней дороге это будет обозначать больший комфорт, меньшую усталость. Второй момент. При моем росте 1,86 м, сам за собой я сажусь, не касаясь коленями спинки сидения. Опять же, сказывается вертикальная посадка. Места для ног под передними креслами не просто много, а очень много. Я не могу вспомнить ни одного другого автомобиля, где можно было бы делать ногами. Вот так. Профиля на подушке сидения здесь, конечно, не будет. Профилирована только спинка под двух сидоков. Что касается опоры под локти, то с левой стороны у вас есть вполне себе на своем месте расположенный подлокотник на дверной карте. Плюс центральную часть всего сидения вы можете сложить, получив таким образом люк для перевозки крупногабаритных вещей в багажник, плюс два подстаканника. К недостаткам можно отнести только то, что подлокотник этот пластмассовый и, соответственно, твердый. Спинка заднего сидения у Tiguan по наклону регулируется. Есть несколько фиксированных положений, но это самая пологая из них. Дальше вы уже не откинетесь. Зато присутствует довольно неожиданная опция. Это регулировка заднего сидения в продольном направлении, позволяющая вам освободить побольше места в багажнике. Запас пространства над головой также весьма немаленький. Что касается удобств для задних пассажиров, все тот же волшебный плафончик освещения, как Volkswagen Jetta, на несколько положений. Присутствуют столики на спинках передних кресел, плюс есть еще один подстаканник на каждом из них, собственные дефлекторы вентиляции и 12-вольтовая розетка. С учетом класса автомобиля это уже немало. Обзор внутреннего пространства этого автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Объем по каталогу 410 литров при поднятых спинках сидений заднего ряда и 1250 присложенных. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела в плане линейных размеров. Ширина проема багажника Tiguan 104 сантиметра. Высота от фальшпола до крыши 79. Длина по полу 82 сантиметра. А ширина 103. И багажник здесь не имеет узких мест. Нужно увести длинный груз, складывайте заднее сидение. В этом случае полезная длина по полу составит 1,60 м. А максимально длинный груз, который здесь можно увести у перифового в переднюю панель, это 2,50 м. Что касается удобств по багажному отделению. Первый момент у Tiguan багажник весь отделан ворсистым материалом. Пластмассы здесь минимум. По левой стороне на боковой панели есть плафон освещения и 12-ти вольтовая розетка. Также наверху присутствуют крючки для пакетов. В нижней части петли для фиксации сетки. В количестве 4 штук, 2 откидных, 2 стационарных на задней панели кузова. С левой стороны за небольшой фальшпанелью располагается знак аварийной остановки, домкрат и штатный инструмент. Правая же предназначена для получения доступа. Правда, эту дверь можно смело назвать служебной. Что-либо сюда складировать у вас не получится. Ну а под фальшполом располагается запасное колесо в формате докатки и пенопластовая емкость с отформованными в ней карманами, куда также можно сложить какую-то нужную мелочевку. Кстати, часть фальшпола в данном случае опрокидывается вперед при открытых сидениях и таким образом перекрывает образовавшийся зазор между фальшполом багажника и непосредственно сидениями. Будем подробно говорить обо всех моторах, которые когда-либо ставились под капот Тюгуана. Для этого есть отдельный технический обзор. Остановимся только на конкретном варианте под капотом нашего экземпляра. Этот двигатель носит маркировку CAWA. Объем 2 литра, мощность 170 лошадиных сил, крутящий момент 280 ньютон-метров. Последняя примерно соответствует показателям атмосферных двигателей объемом 2,8-3 литра. Это чугунная рядная четверка с двумя верхними распредвалами, цепным приводом газораспределительного механизма, с возвращателем на впуске, с гидрокомпенсаторами, турбиной и непосредственным впрыском топлива с ТНВД. Как ни странно, но весь этот огород в кавычках получился довольно надежным. Вообще, этот мотор способен отъездить под 300 тысяч километров пробега, если его нормально обслуживать и за ним следить. Хотя, конечно, двигатели, относящиеся к семейству EA38, так или иначе не лишены своих недостатков. Таких, как, например, небольшой ресурс цепи ГРМ, который во многих случаях не превышает 100 тысяч километров пробега. Как и любой двигатель с непосредственным впрыском топлива, этот имеет склонность обрастать нагаром. Это касается впускных клапанов и, между прочим, заслонок впускного коллектора, который от нагара в некоторых случаях даже клинит. Все это сопровождается потерей мощности и ошибками на сканере. Кто-то после этого меняет впускной коллектор в сборе, ну а кто-то просто ампутирует заслонки и перепрограммирует двигатель. Такой вариант решения проблемы тоже существует. Случаи разрушения поршней от детонации на этих моторах действительно встречались, но, во-первых, не носили массовый характер, а, во-вторых, детонация здесь возникает в основном по причине использования низкооктанового 92-го бензина, что вряд ли кому-то придет в голову делать. Минимальное октановое число здесь это 95-й, а желательно использовать 98-й. В автомобиле этот двигатель соседствует с классическим гидромеханическим автоматом, причем японским фирмой Aisin. Модель TF62SN, она же по фольксвагеновской классификации AQ450. Эта трансмиссия выдерживает до 650 ньютонометров крутящего момента, имеет 6 передач и в целом отличается завидной надежностью. Более 250 тысяч километров пробега, но у очень активных водителей бывают случаи, когда преждевременно изнашиваются накладки блокировки гидротрансформатора. Их продукты износа попадают в масло, засоряют гидроблок, ну а далее по накатанной. Также эти коробки не любят перегрева, поэтому за температурным режимом трансмиссии лучше поглядывать и хотя бы стараться поддерживать в чистоте радиатор охлаждения. Замена масла раз в 60 тысяч километров пробега. Дорожный просвет по каталогу 200 миллиметров. Ровно вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. Нет, не так. Расстояние от асфальта до резинового брызговичка 17,5 сантиметров. И этот показатель соответствует также и самому низкому участку защиты двигателя. А вот бампер повыше 22. Расстояние до порога за передним колесом 25 сантиметров. А в задней части побольше 26 сантиметров. Расстояние до заднего бампера от асфальта 28 сантиметров. Ниже этой отметки свисает банка глушителя, подвешенная поперек. Но стоит иметь в виду, что свесы у Тигуана на самом деле не такие уж и длинные. Плюс короткая колесная база. Этот автомобиль справится и с нечищенным двором в зимний период времени, и с проездом. Что касается подвески, Volkswagen Tiguan в кузове NF передняя ходовка решена в традиционном стиле. Это Макферсон. Шаровые опоры крепятся к рычагам на болтовом соединении, меняются даже по отдельности. А вот с доступом к креплению стабилизатора поперечной устойчивости беда полнейшая. В любом случае демонтаж подрамника. Правда, обращаться к этой процедуре придется никак не ранее, чем раз в 100 тысяч километров пробега. Примерно столько живут компоненты стабилизатора. Остальные вещи здесь, как правило, входят. Рулевая рейка, кстати, здесь электрическая и также не отличается проблемностью по своей механической части. Хотя с датчиками бывают иногда моменты. Что касается антикора, весь автомобиль снизу закрыт защитами, либо пластиковыми грязезащитами, либо термоэкранами. Но на тех участках кузова, которые являются доступными для обзора, мы видим нанесенный слой заводского антикоррозийного покрытия. В задней части автомобиля располагается топливный бак. Здесь он условно делится выхлопным трактом и карданом на две половины. Но они между собой, естественно, сообщаются. Объем 64 литра. Материал изготовления пластик гнить не будет. Задняя подвеска многорычажная. По одному большому продольному и по три поперечных рычага на каждой стороне. Целинблоков много, но до пробега 1200 они, как правило, владельцев не беспокоят. Пружина и амортизатор здесь стоят отдельно друг от друга. И пара моментов по полному приводу. Муфта, которая стоит здесь, очень выносливо. Она рассчитана на огромнейший крутящий момент, который проблематично получить даже после всех возможных доработок двухлитрового турбомотора. Достаточно взглянуть на габариты эластичной муфты, чтобы понять, что сюда заложен солидный запас. Соответственно, моментов, связанных с неисправностью полного привода, может быть два. Первое. Машина осталась чисто переднеприводной. Как правило, проблема в насосе. Он больше не создает давление и муфта прекращает функционировать. Вторая проблема связана с появлением ошибки по полному приводу. И, как правило, причина в блоке управления, в который попадает влага, окисляется плата и после этого блок выходит из строя. С учетом специфики того, как реализован полный привод на Тигуане, автомобиль по умолчанию стартует с подключенной задней осью и по мере набора скорости убирает с нее ненужный момент. Неисправность, связанная с ошибкой и с блоком управления, будет означать, что момент постоянно остается на задней оси. Крайне редко блок поддается ремонту, чаще приходится его менять, а его цена пару лет назад составляла уже свыше 25 тысяч рублей. Поэтому при осмотре Тигуана обязательно прогоните машину через диагностику сканером. Как мы и обещали в начале ролика, сейчас о том, как проверить подлинность пробега на Volkswagen Tiguan. Для этого вам понадобится сканер, поддерживающий стандарт OBD2. Вам необходимо будет выбрать раздел электроника двигателя. Далее открыть поток данных, выбрать чтение по каналам и выбрать канал 202. Именно там, в блоке управления двигателем, вы увидите зафиксированное значение актуального пробега автомобиля. Далее вам необходимо открыть блок электроника коробки передач. Также поток данных, но канал будет другой. 109. Здесь вы тоже увидите актуальное значение пробега автомобиля. В данном случае оно совпадает с одометром, но если пробег корректировался, вы увидите несколько значений, часть из которых будут больше, чем значения на одометре. На этом наш обзор подошел к концу. Если он оказался полезен и понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а если интересует более детальный технический обзор, ссылка на него будет в описании под видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!